Миссия невыполнима. Это проект, в котором Максим и Никита должны восстановить свои автомобили до мая 2022 года и уложиться в бюджет 1 миллион рублей. Я делаю его, и ты делаешь раньше. Оба автомобиля в ужасном состоянии, и сделать это кажется невозможно. Мне даже не депрессия начнётся сейчас. Кузову плохо, но мы держим. Но ребята так в себе уверены, что готовы отдать автомобиль того, кто не уложится в заданный срок. Думаю, будет весело. Я забыл, какой он прекрасный, хотя не был здесь всего один день. Друзья, всем привет. Вы на самом лучшем канале на свете, на котором можете увидеть восстановление автомобилей. У нас тут вот такой экземплярчик, который я сегодня продолжу разбирать. Также по плану замерить компрессию. Мне нужно понимать, насколько сильно нам будет капитализировать мотор. Частично или полностью. Сейчас я переодеваюсь и начинаю. Блин, смотрите, я в гараже. В футболке. Кого из вас есть в гараже, меня поймёт, что вообще-то в конце октября, точнее в середине, точнее в конце, работать в гараже в майке – это награда. Так, ну что, к нам сегодня ещё приедет Никита, но не тот. Как оно было, вы подумали? Приедет его друг. Почему едет он, а не я? Молодости меньше разбегали, 129-е, выудил его контакт. Я говорю, если сможешь, можешь приехать помочь, потому что я тупо не знаю, как снять обшивки дверей. Да, конечно, сразу тебе помогу. Ну и, возможно, мне удастся его уболтать, чтобы он мне вообще помогал с этой машиной, потому что одному снимать двигатель, коробку, мост и всё остальное – тоже не комильфо. Вы меня сейчас спросите, нафига я замеряю компрессию, но я в предыдущем выпуске говорил, что я хочу проверить, одинаково ли она у вас в цилиндрах, потому что если она одинаковая и большая, получится, что низ двигателя меня перебирать будет необязательно. То есть мы переберём головку, поправим там клапана, поменяем маслосъёмное, а тут часть трогать не будем. Ну а если там всё плохо, то тоже сразу будет понятно, что там всё плохо. Так что сейчас пишите, делайте ваши ставочки. Как вы считаете, хоть что-то в этой машине живое? Ну хотя бы что-нибудь живое, вот бы мне попалось, было классно. Печка номер ван, чёрная, смотрим. Я думаю, чё он не едет? Они должны быть такие, слегка рыженькие. Чёрная – это когда богатая смесь, белая – когда смесь бедная. Тоже чёрная. Сколько? Так, друзья, компрессии в первом цилиндре 12, что очень даже неплохо. Делайте ставки, будет ли так во всех цилиндрах? Конечно же нет, Максик. Второй цилиндр двушечка. Ой, ну в смысле, 12 тоже отлично. Пятый цилиндр тоже 12 почти. Я даже когда оставил он учёт, ну точнее, когда эксперт смотрел двигатель, то 104-й мотор, говорит, неубиваемый. Он говорит, в смысле неубиваемый, он говорит, ну неубиваемый. И по ходу дела это правда. То есть вот у нас сейчас в пяти цилиндрах плюс-минус одинаковая компрессия. То есть по идее сейчас, если в последнем цилиндре всё тоже классно, то мотор можно не трогать, то есть его можно освежить внешне, очистить каторные газы и перебрать головку, потому что всё-таки маслосъёмные колпачки точно за эти годы устали, рассохлись, ну и поменять на нём садники. Скажем так, это немножко дешевле, чем его точить, искать поршни, кольца и так далее. Я думаю, что свечи обратно скручивать уже смысла нет. Ещё, конечно, хочу проверить, что у него с электрикой по салону, почему ничего не работает. Вот сегодня сейчас заедет Кирилл, и завтра ко мне ещё приедет один мой знакомый, кто в Мерседес шарит. Прежде чем выдёргивать проводку салона, хочу понять, почему она не работает. То есть дело в предохранителях или где-то что-то перебито, чтобы, опять же, когда мы будем собирать салон, чтобы не уделять этому много времени, а сейчас найти проблему и начать её решать, ну... Кажется, как параллельно. О, здрасте. Здрасте. Кита, друг Никиты, между прочим. А вы с детства знакомы с ним? Да нет, не так давно. Ну, лет 10. Ему вот так много людей помогает, и, в общем, вы, насколько я наслышан, разбирали эти тачки. Я вот, допустим, не понимаю, как снять обшивку. Вот я на неё смотрю и вот не понимаю. Примерно так же я не понимал первый раз, когда я с этим занимался. Ну, а ты вообще посмотри тачку, скажи, как она тебе. Сейчас дверную карту снимем, увидим. В смысле снимем? Ну, машина, в принципе, ничего. Есть чем позаниматься. В смысле ничего? Ну, по крайней мере, здесь никто не лазил. Типа ни разу? Нет. Они обычно ломаются, когда их, ну, кто-то сюда лазит, они обычно все сломаны. Как сейчас ломаются? Возможно. Но мы попробуем этого избежать. Человек просто ворвался и сразу... Человек ворвался, да, и начал делать. В принципе, такие машины я разбирал до этого, собирал, варил, делал, восстанавливал. По этой машине много чего надо сделать, но не так страшно, как выглядит сначала. Да в смысле? Ну, в прямом смысле все это делается. Трещина, дырка, гниль, дырка, дырка. А вот тут что, смотри. А вот тут тоже дырка, и у тебя подпружинник отваливается. Ну? Ну, в принципе, это все лечится. Это лечится, причем в некоторых случаях заменой прям куска. То есть в данном случае целесообразно просто отсверлить и взять с донора вот этот вот, где вот здесь вот дырка, здесь дырка, и все это просто переварить. Но донор у меня праворукий, и вот эта часть там другая, плюс здесь вин. Как это сделать? Все по вину, на самом деле, здесь история в следующем, что если ты отсверлишь брызговик, у тебя останутся клепки там, родные, то для тебя никто не докопается по той причине, что, ну, поменял ты лопух, ну, вырвал у тебя чашку гуану, чтобы ты его весь не отсверлил и весь не переваривал. То есть, в принципе, это тоже. То, что это праворуки и леворульные, это не очень важно, потому что тебе вся внутрянка здесь не так интересует, тебя интересует вот эта часть, и тебя интересует этот брызговик. А у них что у правого руля, что у левого руля, это все одинаково. Вот, в принципе, так. Ну, ладно, я тебе дал вот инструмент. Ну, давай попробуем. Катя, сломаешь, будешь мне его переваривать бесплатно, согласен? Нет, я те сломаю, я тебе эту новую зомаю. Давай мы так договоримся. Там другая застежка, там ее надо отсюда отверточкой подеть, там такая петелька. Вот. Видишь, там петелька, чтобы ее не сломать, это слишком толсто. Ну, можно и так уже, все, на, держи. В целости сохранность, я не буду тебе его переваривать. Ну, с другой стороны, их еще 4 штуки стять надо. Скажу, очень часто на этих машинах вот эти вот вещи ломаются. Да, вот левое слово. Потому что вот здесь ломается, вот здесь ломается. Но есть варианты, как их отремонтировать так, чтобы никто не догадался и не покупать новую. Все, теперь нам нужен ключик. Сейчас будет куча лайфхаков. Куча ключик на 10 и крестовая отвертка. Так, а я тебе уже говорил, что я померил компрессию, и везде по 12 очков. Это типа... Это типа хорошо, потому что для этих моторов, на самом деле, самое важное, чтобы разброс компрессии не было больше одного очка. Одного, нет, но есть 0,2, то есть в одном у меня где-то 11,8. Это ничего страшного. Было бы хуже, если бы у тебя было 10. Вообще просто показатель хорошего мотора. Это маленький разбег. Ты так умно говоришь, как будто реально шаришь. Если мы там увидим пленочку под дверной картой, это будет очень приятно. Обычно у этих всех машин это все отломано, откручено. Пленочку я уже вижу. Она вверх снимается. Аккумулятор отключен, да, у тебя? Нет, а у меня все равно стеклоподвенки не работают. Не работают? Нет. Я, кстати, тоже сейчас хотел понять, по какой причине. Открывается только заднее правое окно. Ему очень плохо. Он, видимо, очень давно уже сломался. Даша, а мы с тобой не знали, как их открыть. Нет, 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 окно не открывается, надо потерпеть. Они тоже, в принципе, ремонтируются, но весьма колхозным способом. У тебя аккумулятор очень такой. Но вообще у них, на самом деле, история такая, что, когда дверь открыта, у тебя они должны работать без включения зажигания. То есть у него есть такая фишка, как блок комфорта. Если все исправно работает, то ты открыл одну из передних дверей, и у тебя электроника в виде поднятия стекол или там открыть-закрыть люк, она у тебя автоматически срабатывает. Ну, давай попробуем. Держи. Реально что ли? Да. Она целая? Ну, она, потому что здесь с крючками, и крючки сюда приходят. Очень интересно, очень хороший сохран. Такую штучку. А тут где-то должна быть наклейка с года. Вот она. Да, 1,90-й год. Вот эта обшивка хорошая, типа, да? Ну, ты знаешь, на самом деле весьма, потому что она не расклеившаяся, она не набукшая. То есть у них вот бывает, что когда что-то неправильно, даже не знаю, арголит, не арголит, он, ну, разбухает весь. Вот как здесь, смотри. Видишь, он начал здесь? Да. Ну, состояние хорошее. Больше всего радует то, что есть идеально здесь аудиоподготовка его штатная и наклеенная, ну, вот тут я уже не скажу, то ли с завода. Пленка точно с завода, а может быть под аудиоподготовку клеили еще вот такие штуки. Короче, эту обшивку я берегу, да, кладу аккуратно, потому что ее вроде менять не надо. Ее менять не надо. Ну, максимум хороший детейлинг ей надо сделать. Они, ну, как бы вот эти зажимчики, они держат наверную карту. То есть их надо будет очень аккуратно поставить обратно. И еще не аккуратно их снять. Надо вербовать ему как-то. Никит, а как тебя завербовать? Ты хочешь насолить своему другу? Ну, солить не хочу. Ну, все, но потягаться его можно с ним. А какие у него успехи? Потому что у него, что-то я заезжал, что-то у него там все разобрано. Куча народу пляшет вокруг тачек. Теперь надо снять вот эту штучку. Ага, она снимает. Это хороший вопрос. Я думаю, что она просто вынимается отсюда аккуратно. Сам вот это менять надо, и мы его сейчас достанем. И, кстати говоря, еще придется подаудиоакустику из этой двери. Если она уходит на помойку, я так понимаю, она уходит на помойку, то дрелью отсверлить вот эти клепки. Отличие обычной двери от двери с акустикой заключается в этом креплении, которое надо будет отсверлить по этим клепкам. И вставить его в новую дверь. Механизм сам целый, салазки целые. Проблема заключается в самом, значит, здесь идет таким полумесяцем. С гребенкой идет часть, и у нее вот здесь видно зубцы обломаны. Видишь, зубчики-зубчики, а там они обломаны. Некоторые делают просто, они наваривают там сваркой и выпиливают. Вот она работает, и вот ее нет. И из этой двери еще, помимо того, что придется вот это все отсверлить, в каждой двери, если ты обратишь внимание, там, где приходят крючки, вот крючок подходит, вот стоят специальные пластмарочки. Вот ты хрен где сыщешь. Если их не поставить, все начнет болтаться. Если пленку не поставить, будет шумно в машине. Теперь надо в стекло. Ее надо беречь. Ее, конечно, без нее стеклоподъемник работать не будет. Реально так, думаю, ромеры разбираются. Ты какая-нибудь Volvo XC90 разбирал? Ну, там на оклепках, наверное. Там так все просто. Обшивку снял, два болта откутился, летело. Ну да. Откутился, летело. Ну, так я тебе больше скажу, на каком-то там современном Kia Ceed, там вообще просто. Отснимаешь дверную карту, у нее тут такая, типа, металлическая железяк, ты ее открутил, у тебя просто все бомбится. Ну, это как на аудюху делают. Ну, что, так сложно-то все. А этот молдинг на помойку? Ну, он плюс-минус, его помыть, постирать и распрямить. Причем хорошее стекло даже не зацарапано, смотри. Как правило, все стекла, они... Потому что бархозки всегда все грязные, никто их не моет, и они снаружи все, как правило, зацарапываются. Так, ладно, мы сняли стеклышко, надо его аккуратно положить. В общем, я что-то как лошара, приехал неподготовленный. Реально, сам хотел купить тетрадку, зип-тайп-пакеты, коробки. И в итоге обещаю, что все куплю и сложу как надо, чтобы все это отмывать, ничего не потерять. Всем привет. Друзья, традиционный конкурс у нас в прошлом видео победил вот этот вот человек. Ты стрижешь на меня совершенно бесплатно. И, кстати говоря, пока в стране локдаун, точнее в Москве и все закрыто, мы решили сделать кое-что в барбершопе, чтобы его улучшить и чтобы он стал более приятным для вашего посещения. У нас появились вот такие вот замечательные стойки, в которых теперь можно, помимо кофе, купить всякие батончики, шоколадки. В общем, все полезное и вкусное. У нас появились стоки. Также у нас появилась такая вот замечательная стойка, на которой стоит холодильник. Ну а самое важное, вот это вот, как вы думаете, что? Это наш секретный бар для посетителей барбершопа. Ну, здесь пока мало напитков. По плану, что у нас здесь будет много разных вкусных напитков наших дорогих гостей, мы будем с радостью угощать. Также, друзья, приезжайте ко мне в барбершоп. Во-первых, посмотрите на всю эту клевую атмосферу, которую я создаю уже два с лишним года. Ну и плюс ко всему, можете немножко пухануть. Ну, я напоминаю, что человек, который выиграл конкурсы, стрижется у меня бесплатно. Если вдруг ты не из Москвы, то вот эту вот наклеечку мы тебе отправляем совершенно бесплатно. Она у нас участвует в розыше Porsche Panamera GTS. Друзья, Panamera очень крутая, и если вдруг она вам не нужна, то мы либо выплатим вам деньги, которые компенсируют ее стоимость. То есть на эти деньги вы, например, сможете, я не знаю, купить себе квартиру, покрыть долги, ну, либо, я не знаю, съездить в кругосветное путешествие, потому что сумма в целом не маленькая, это целых 2 миллиона рублей. Ну, а если вы просто хотите меня поддержать и получить возможность выиграть эту крутую тачку, переходите по ссылочке в описании к ролику и заказывайте наклейки. Дверь разорвать, может, сколько? Час уже ее разбирать, мне кажется. Это ты еще на 140-м двери не разбирал. Слава богу. Ну, вот они как раз, видишь, тут сломано, тут они тоже съедены, просто вам проскальзывают по ним. Если с японской машины брать, то, в принципе, я думаю, что сносно. Ну, то есть они ради упрощения производства все упрощали, то есть эту машину тупо на заводе собрать было геморройней по времени. Ну, я тебе больше скажу, Мерседес перестал быть Мерседесом, все же говорят об этом, что вот с 2000-х годов, ну, точнее, года с 2004-го, когда пошел 211, Мерседес перестал быть Мерседесом. Потому что до этого на заводе Мерседес правили конструктора, они просто создавали автомобиль, а экономисты уже считали его. Поэтому вот так. А дальше уже пошло намного... Нет, а что в этом хорошего-то? Вот я не понимаю. С тех пор, вот, ты, условно говоря, поменяй на нем сейчас проводку, да, то есть если бы ты его не разобрал, поменяй ты моторную косу, у которой был дефект с 92-го, по 98-м год, то, что она, говорят, избила разлагаемого материала, она просто рассыпалась. Ты поменяй косу, залий в него бензин, он заведется и поедет у тебя. Ну, даже в таком состоянии он будет ездить, ездить и ездить. Причем-то дверь-то, двигатель-то я не вспомню, чугунные, старые моторы на всем ездят. Ну, двери, почему такой сложной конструкции, я не могу тебе сказать. Наверное, они сочли, что это будет надежно, это будет качественно. Просто все узлы, я, чтобы снять задний бампер, я умуклся. Да. То есть, когда там ковры что-то отдираешь, отклеиваешь. Ну, ты сравни, вот у тебя, например, здесь в элементе крепления листвы, раз, пистон, два, три, четыре, пять, и здесь еще столько же, штук пять или шесть, ну, я точно не помню, да. Причем вот здесь на винтике и там в углу на винтике, какая листва сейчас на какой машине крепится таким образом, чтобы у тебя нижние были, прищелкивались, а верхние задвигались. И вот здесь еще было проклеено, у тебя просто двойной скотч. А, ну, это же лучше. Ну, начнем с того, что... А я тут, кстати, смотри, как снял, я ее как снял вандально. Ну, ты дернул ее просто, наверное, да, и все. Ну, даже, кстати, слушай, смотри-ка, вот эти целые, их можно отковырять. Ты ее снизу вот так вот сдергиваешь и сдвигаешь назад. Серьезно? Да. Эти можно попробовать, конечно, аккуратно как-то достать оттуда, но боюсь, что это не приступится. Ну, вот это на помойку, да? Я бы не стал, потому что, как минимум, в нем есть еще эта металлическая штучка, ее можно оставить. Ты их лучше сложи просто в один пакет со всей машины, а потом можно будет подбирать, какие защелкнутся, какие не защелкнутся. Потому что, я говорю, лучше это делать с родными пистонами. Боже. Ну, что, сейчас самое интересное будет, открутить свою ручку. Она уже с инфракрасной, да, сигнализацией? Да, но она почему-то не работает, почему-то другой ключ, хоть что-то у меня есть какой-то геморрой. В принципе, плюс-минус ключи эти перепрошиваются. У меня даже дома, кстати, где-то один лежит такой. У меня просто ключ, который дали брелок, он не подходит в замок зажигания. То есть, мне либо искать новый комплект. Ты имеешь в виду, сама в сувальню не подходят к ключинке? Да, да. В принципе, это можно все сильно заморочить, перебрать под ключ, сделать. Разобрать весь замок, подпилить как надо, и потом этим замок. А какой замок-то разбирать? Я раньше думал купить комплект новых замков. Можно сделать и так. А как с этим собраться-то? Тут что, куда-то компьютер можно подключить? Да, можно. Вот, пожалуйста, диагностический разъем. Нет, там на самом деле, как правило, у всех этих машин одни и те же проблемы. Кто-то залез, поставил кривую сигнализацию, кто-то залез, решил провода, увидел окисленные, или они просто окислились. Как правило, у него в ногах водителя слева врезают все сигнализацию. Но это просто по общему опыту, сколько машины. Они всегда врезают криво. Когда врезают криво сигнализацию, вот эта вот штатная сигнализация инфракрасная, она начинает глючить, и в конце концов перестает просто работать. Опять же, следующий. Ты к багажнику сзади подходил, пробовал этим ключом нажать? Открыть-закрыть машину. Нет, но там ты видел чего? Да, но, может быть, он еще будет работать. Либо хотя бы попробовать сначала посмотреть исправность этого инфракрасного глазка. Потому что, как правило, бывает... У меня багажник открыли, мне плохо становится. Ну, ты знаешь, что это такое? Нет. Аварийное открытие машины. То есть, если у тебя, например, вся машина закрылась, да, чтобы всю машину открыть, ты открываешь багажник, вот эту вот штучку нажимаешь, там несколько раз, бывает с первого раза, бывает, и она тебе всю машину открывает. Это такая гневмогруша, да, да, да. У них еще одно больное место. Переднее крепление подрамника, оно всегда сгнивает. Здесь оно, по крайней мере, не оторвано. Болты, а где такие новые болты взять? Я думаю, что в развале мерсоводов. Но лучше, на самом деле, опять же, японская разборка, не японская разборка, то у них лучше надергнуть, у них в хорошем состоянии. А как проверить вот это все, рабочее или нерабочее? Можешь вакуум это самое создать, вакуум, и он должен быть втянулся. А больше ты его никак не проверишь. Ну, здесь главное, чтобы мембрана была, ну, хотя вот. Ну, это в любом случае проверится, когда заработает. Можно достать, когда долезем до центрального, моторчик центрального замка, можно будет попробовать проверить. Здесь другая еще фишка есть. Здесь вот этот вот разъем, который я отключал. Вот, если здесь внутри неисправен механизм, машина будет открываться, либо закрываться и тут же открываться. Короче, глючить она будет. Но это когда уже все на место будет поставлено до установки дверных карт, это надо будет просто все проверить. Друзья, это серия про то, как мы разбираем одну дверь. Не надейтесь, увидите в ней больше. Да ладно, чуть-чуть осталось еще. А потом еще три двери. Не, на самом деле, чтобы снять это аккуратно, это реально уходит много времени. Ну что, друзья, я хочу вам сказать, что это сложно разбирать. Я представляю, как это будет сложно собирать. Ну хотя, в целом, у меня почему-то обычно сборка идет быстрее, потому что, во-первых, знаешь, что где, и уже все чистое, подготовленное. Как говорится, я ввязался, так и ввязался. Друзья, наша первая дверь с машиной снята. В ней даже реально ничего не осталось. Ну сколько, блин, она весит? Мне Никита говорит, что я тут могу немножко озолотиться. Ну сколько она весит? Ну это подожди, ты четыре подними, сразу почувствуешь вес денег. А, оригинальный вон он, ну ему жопа. Тоже можешь либо металл сдать, либо продать и заработать. Так, ну ладно, ты на заднюю дверь, а я накидываюсь тогда сюда, да? Что-то тут для Никиты ничего суперудивительного нигде нет. Все супернеудивительно. Что с этим делать? Вот это менять или... Чистить керхером, мыть. И будет как новая. Ну в принципе такого прям ужаса никакого нет, кроме этого вот этого одного дурацкого провода. Ну полы можно целиком переварить. Все корыто. В смысле полы целиком? Ну корыто прям можно переварить, они продаются. Новые? Ну не новые. Новые их какая-то фирма в Москве делает. Ну давай сиденье снимем. Один задний ряд только что стоит. И 25 он стоит. Да блин, все говорят, что что тут стоит. Стоит, только что тут стоит. Вот этот руль Sportline оригинальный. Ну, на вид по 5-й жопой жуй. Не все, ты заметь, что четырех, вот с четырьмя вот этими вот пиццами руль. У них есть то, что видишь, у этого сближены снизу. Sportline сближен. Он не Sportline, они раздвинуты. И не Sportline ничего не стоит кожаные рули. Да и кожаные тоже. Sportline он типа дороже стоит. Ну сколько, 5 тысяч? Десятка. Вот такой руль стоит десятка. Купишь за 250 тысяч? Машину? Да. Не, не куплю. А там что, отгнило реально? Да. Вон, правая часть отгнила, а левая, ну, тоже ее можно оторвать. В общем, сиденья снялись полами. Это, видимо, надо будет отрезать. А вот я, кстати, не понимаю, кронштейн, походу, тоже пострадал. О, наклейка. Кстати говоря, по всей машине эти наклейки должны быть. Так, мы тут начали уже полезли, все подряд разбирать. Тогда-то, блин, все их ставили. Вот это, блин, комплект тут этого дерева вообще дофига стоит. Если вы установите, его стоит 50. В общем, надо будет мне заморочиться уже, наверное, сейчас, чтобы это было к лету готово. Потому что вот это надо. Он как будто бы наоборот. Дурой. Ну, балбес, он еще искал наклейку. На. Кстати, в хорошем состоянии. Где? В плохом состоянии. Вообще, конечно, когда-то все будет новенькое, я думаю, это все будет, конечно, неколепно выглядеть. Ну ладно, ну хоть пепельность-то в хорошем состоянии. Пепельность в хорошем состоянии, полирнуть тут. Магнитола не работает. Боюсь, что работать она никак не будет. Вот сука! То есть у меня стоит только панелька? Да, это визуализация у тебя стоит. И самое, что интересно, тут ее нет. Блин. А кто ее сюда поставил, интересно? Я перед этим Мерседесом на коленях уже третий раз стою. И в нем тоже. Ну, а друзья, если у меня получится это осуществить, то тачка, конечно, прикольная будет. Ну, а тут каждая вот эта, блин, мелочевочка все таких бешеных денег стоит. Я рад, что ты ко мне сегодня заехал. Заезжай почаще. Помимо вот всего объема, который предстоит с ней сделать, уже вот куча мелких задач надо решать. Мне сто пудов нужен помощник, один я это прям не вытяну. Включить, что у меня еще пять машин сейчас делается. Конечно, будет эпопея. Кстати, мне тут волчка предложили. Я за ним на днях поеду, потому что мы продали синий Porsche. Спасибо вам, друзья, что поддержали. А Хайдар, ну, в итоге... Конечно, в итоге он выставил уже машину на продажу. Рассказывая, как он ее хочет, какая она замечательная, что такую не купишь. Но очень человек поступил, очень порядочно, в кавычках. Но не суть. Я отдал большую часть денег Ярославу, поскольку он мне на него давал деньги. И вот у меня осталось, ну, скажем так, чуть больше миллиона, которые я сейчас могу либо в этот проект вложить, либо купить волчка. В принципе, почти ничего нового, за исключением того, что вот эта... Тучка снимается сначала спереди, потом сюда и вынимается. Опять же-таки, у нее есть такой здесь специальный крючочек, который надо, чуть отогнув, его от себя нажать, чтобы не сломать. Чтобы она потом не топорчивалась и пассажирам в руки не вылетала. Вот эта штучка, кстати говоря, тоже немаловажная. Ну, в заднем динамике. Она не сломана, ничего. Она его прижимает вот так. Вставляешь сюда, прикручишь и прижимаешь. Ну, вот они, да, вываливаются. Вот их надо сохранить. Надо их потом ставить? Ну, смотри. Видишь, как оно тут вставляется? То есть ты, грубо говоря, сначала ты ставишь их сначала на кузов, потом резиночку одеваешь, и потом одеваешь на резинку, защелкиваешь дверную карту. Тоже пленка есть, тоже пленка. И она сохранительная, она новая. Слушай, можно новую сделать, но лучше сохранить. Что, она вырезанная вся, аккуратная. Это ничего страшного. Дырки, между прочим, почти в правильных местах. За счет, наверное, вот этой. Пытаемся вспомнить, как разобрать дверь. Я сказал, что это проще. Но это нифига не проще. В общем, уже минут сорок. Мы пытаемся снять. Все мы, правда, уже тут все смазали маслом. В общем, мы догадались, как. А дальше что? А дальше надо эту резиночку теперь сто процентов поддеть. Ну нет, в принципе, она как бы более-менее живая. Надо листву снять. Да, листву надо снять аккуратненько и посмотреть, что там под листой происходит. Я думаю, это хорошая идея. Ввиду того, что в последние годы все это стало стоить очень дорого, лучше на чем-то сэкономить. В общем, у Мерседес проблемы закисают вот эти вот болты. Собственно говоря, что они и сделали. Вот видите, мы съездили вообще весь бум нафиг. Пришлось их сбить. Ну, говорю, что ручка уцелела, только мне теперь где-то такие болты надо. Пока ее не снимешь, не снимешь сам замок из двери. Потому что она мешает. Друзья, второй день разбора автомобиля. И мы здесь довольно долго уже. За шесть часов удалось объективно снять только две двери. И одно сидение. И чуть-чуть торпеду. Да, но при этом мы действительно ничего не сломали. Может быть, какую-то одну клипсинку где-то. Ну, в общем, такие сегодня новости. Не заканчиваются. Просто мы на сегодня заканчиваем. Хочу поблагодарить Никитоса. Он реально красавчик. Если бы не он, я бы эту дверь, либо реально всю разломал. Потом бы никогда не собрал. В общем, мы ускоримся. И надеюсь, что завтра у нас будет голый кузов. Ну, в общем, наступило завтра. Мы вернулись. Пока там Никитос восстанавливает тач простыми механиками. Хотя они у него классные ребята. Егору тебе большой привет. Это мои дальние друзья, товарищи, с которыми я когда-то работал. Как раз-таки занимался 124-м Мерседесом. Это хорошо, что я их забрал себе, а не Максу отдал. Я ищу экспертов по Мерседесам. Вот вчера у нас был Никита. А сегодня ко мне приедет Сергей. Этот человек восстановил в идеал 190-й Мерседес. Еще максимально его затюнил. Но про это я расскажу немного позже. Сейчас, собственно говоря, он к нам придет уже с инструментом. И будет мне помогать и рассказывать очень много интересного про эту машину. Друзья, это Сергей. Привет. Сергея знаю несколько лет. Я когда-то делал выхлоп на своем Вольвексе 90. Видел, там Мерседес 190-й, фиолетовый. Я у него ходил, облизывался. Оказалось, что это вот Сергей, его владелец. И вот он купил его когда-то за 30 тысяч и сделал конфету. Я обязательно оставлю Инстаграм. Вот сейчас вот выскочит. Посмотрите, что вообще человек сделал с машиной. Я вот сейчас, когда сделал эту машину, стал писать всем, кого знаю по Мерседесам. И вот вспомнил Сергея. Говорю, слушай, у меня тут такая история намечается. Говорит, давай приеду, посмотрю. Потому что Сергей знает, где добыть всякие запчасти. И знает довольно много нюансов по Мерседесам, поскольку уже весь этот этап реставрации он полностью прошел. Ну, в общем, собственно, вот он приехал. И вот сейчас мы будем что-нибудь вместе делать. Мало того, что у меня и так постоянно настроение скачет, но вот я смотрю на машину и думаю, что я жопа. Но ко мне приходят люди, говорят, да ничего, с ней все нормально. Порогов нет, вон, дырки, дырки. Это вообще стандартно. Если задние крепления и сидения открутились, то это, не знаю, волшебство. Все не снялись. Ну, как бы, да, это нормально. Потом я опять смотрю на нее и думаю, что я жопа. Но ко мне опять приходят люди и говорят, что с ней все ок. Ну, да. Ну, только все убит. Ну, это все опять же реставрироваться, не такая большая проблема. Я не могу определиться. Мне ее, короче, надо до мая месяца сделать конфеткой. До дома это можно сделать. Самое главное с кузовом закончить. Остальное все это ерунда, это все вообще не проблема. Самое главное кузов. Если кузов сделать, все остальное... Вот я сейчас буду искать людей, кто будет грамотно варить. Потому что я не хочу просто заплатками. Я хочу по швам все вылезать, по швам варивать, чтобы все было четко. Это покупаешь. Вот где мне на него запчасти покупать? Ну, на самом деле, тут два варианта. Либо бывает просто выстреливает по, ну, по всяким там, по знакомым, по группам там ВКонтакте, в Авито. Где-то что-то бывает. Реально что-то недорого прям продают. Как правило, новое заказываю. То есть смотришь артикул, ну, в разных этих каталогах. И на ZZAP'е просто смотришь. Реально порой бывают какие-то новые детальки. Она какая-то дорогущая деталь, например. Она там лежит за 500 рублей, потому что она там лежит уже там очень много лет. А тут как бы можно ее купить. В общем, друзья, Сергей сходил за инструментом. Снял толстовку. Решил мне помочь. Спасибо вам большое. Да, мы только что обсуждали 140-й. Что там еще все хлеще. И что живые они начинают с 900 тысяч рублей. И то это типа не идеально. Идеально типа. Хотя идеальных, наверное, нет или есть. Есть, но их, наверное, вряд ли продают. Ну да. Я говорю, что клево, что автокультура в нашей стране стала развиваться. И что старые машины стали стоить чего-то. То есть на самом деле, знаешь, мне многие писали, типа, нахер от его взял. Можно целый тип за 450 купить. Я просто знаю, что за 450 он не будет прям не докопаться. То есть там тоже будет то, все, пятое, десятое. Скорее всего с кузовом тоже надо будет заниматься. Да, что-нибудь там снимешь порог. Как окажется, что там маленькая дырочка, начнешь ковырять и все. И начнется полноценная реставрация. В общем, у меня там сюда по плану уложится миллион. Его восстановление. И на мой взгляд, даже после этих вложений он будет стоить там своих денег. Если я все сделаю так, как, ну, я вижу все это в голове. Ну, я скажу так, что, наверное, если продать его за миллион, будет все нам сложнее. Поэтому будем продавать за полтора. Да. Чтобы сделать скидку сто тысяч. В общем, мы начинаем работать. Я сейчас еще... Надо прибраться в гараже, потому что, видите, мы снимаем запчасти. И я их, как лошара, раскидываю повсюду. Сейчас очень буду потихонечку прибираться. Лишние двери, капоты. Слушай, а, кстати, вот с капота надо что-то снять или можно его целиком выкинуть? С капота надо снять форсунки. Шумка, не, шумка в помойку. Пластик, шумка в помойку. Язычок можно снять, в принципе, это тоже можно снять его от песочки, просто покрасить. Да, вот это я хочу сделать. То есть, ну, решетку можно снять, как бы не такая она, плохая. Ну, согласен, почистить. В принципе, можно ее отполировать, почистить. Вот эти ламели можно поменять, они появятся новые. Отдельно, да. То есть, сама рамка пластиковая целая. А это родной шланг? Да. Серьезно? Он такой должен быть родной, да. Многие удивляются, он такой родной. Блин, а я его обрезал. Вот я дебил. Я его снимал, думаю, это кто-то закохотил. Он родной такой шланг. Все удивляются, он реально родной такой шланг. Видишь, я его рубанул. Да, в нем идет проводка. Ну, там проводка, там подогрев. Вот я осел. Ну, хотя ладно, он рассок себе весь уже. Ну, да, они обычно такие все. Ну, все равно менять. Его можно купить, да, причем можно даже такой же купить, не обязательно оригинальный. Ну, а ты знаешь, как сделать на него двери? Да, я в этом пока буду двери. Салон, может быть, да? Да, будет салон. Мы начинаем новый день. Так, вообще классные машины все эти старые. 90-е, 24-е. И хорошо, что реально люди сейчас берутся и делают такие машины. Храняют. Что потом, может, и дети будут ездить, и еще кто-то, и внуки там, и все. Да и все равно, вот когда эту машину закончим, поверь мне, ты сядешь в нее, и тебе понравится. И запах, и все это понравится. Это стопудово. Солнечная погода, вонючий Мерседес. Ну, сейчас это на самом деле пахнет не сиденье, это ковры пахнут. У меня машина с салоном из Америки, его вез из Америки. И у него запах вот такой, знаешь, многие садятся и говорят, вот запах старого Мерседеса. Сложно передать, что это за запах. Ну, это реально вот старый МСС садишься, хороший, и прям вот реально этот запах. Непонятно, что это пахнет. То ли, может быть, это там кожа, кожа замыла, вот этот винил как бы пахнет. Не знаю, может быть, ковры. Ну, вот какой-то специфический запах машина имеет. Ты прям реально каждый раз смотришь на этот запах, ну, чувствуешь этот запах, и думаешь, вот кайф прям вот. У меня тоже вот здесь стоят аудиокарманы в картах, наверное. А на 190, например, у него подлокотник целиком уйдет такой большой. Здесь тоже стоит аудиокарман. Это дико редкая опция, активбас называется. И на 190-х ее почти, ну, вообще ни у кого не было. То есть только на американский рынок в основном шла. Такая опция. У меня вот она тоже есть. Здесь она как бы есть в стоке. Это очень хорошо, что она есть, потому что тоже денег стоит дополнительно. Карманы денег стоят, и сами динамики внутри. По факту, конечно, сам динамик не дает какого-то суперзвука, потому что все-таки машина старая, и динамики еще бумажные, старые. Но зато можно по их форме сделать хороший подиум внутри. Будет приятная, хорошая музыка, скрыто установленная. То есть не надо, как бывает, режут вот здесь, карт врежут сюда или сюда, врежут динамик, или просто сюда в накладку врежут динамик. А здесь будет все красиво, аккуратно. Ну, то есть вот есть сеточка, есть, там у тебя вот динамик стоит. Мне все, что нравится на 104-х всегда, вот на 190-м как бы из-за того, что это более бюджетный вариант, так сказать, для народа подешевле, попроще, вот здесь пластик идет по рамке двери. Да, пусть он такой, конечно, хрустящий, но все приятно, такой шаренький пластик. А на 190-х такого не было. Ну, потому что здесь просто покрашенная часть двери, да, и все. Класс меньше, класс как бы бюджетный для людей попроще, поэтому ну что поделать. Вот наши автокультуры молодцы, конечно, люди сейчас берутся за эти машины, но, к сожалению, наши ГАИ пытаются, мне кажется, нас всех максимально загнать в рамки стока, и люди просто будут бояться с каждым днем все больше и больше брать тачки такие, что-то с ними делать, потому что боятся, что им выпишут 12.1 и все такое. Хотя, хотя, на эти машины нет вот АТС, и по идее через суд можно это все спокойно оспорить. Ты же сам понимаешь, что нас сначала выпишут, а потом разбирайся. Вот в этом все проблемы большие. И пытались, короче, колесам. То есть он тормознулся, сразу подошел там, о, колесики. Вот, я говорю, а у меня колеса, говорю, в родных параметрах, 17-е. 17-е ставились на Evolution, типа, Мельберн, и я говорю, 17-е колеса у меня стоят. А они же не оригинальные сами, говорю, колеса не оригинальные, от Морседеса. Оно оригинальное автотада Модена. В Японии их делали, типа, итальянская фирма. Да, 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 ну, понятно. Какой-то, Счастливо Пути. Но, опять же, я с ним нормально культурно общался. Я у него спрашивал про квадратные номера, там, то есть, ну, как поддерживал разговор. То есть, ну, не сразу там, как некоторые, сразу бычий, там, что вот я там это все. Я вам тоже сказал, что нет вот АТС на машину, что, как бы, нет тех регламентов, которые, по которым можно проверить, что должно стоить на машине. То есть, например, его ни обвес, там, ни руль, ничего такого не интересовало. Его только колес интересовали. Ну, потому что колеса, они чуть шире стоят, как бы, и колес пошире, они чуть шире стоят. Поэтому сразу обратил внимание. Денег собрать побольше и зарегистрировать. Слушай, а все реально можно зарегистрировать? Да, вопрос цены. Сейчас ничего не получится. Сейчас все получится. Проблема вся в чем, например, я нашел выход на то, чтобы зарегистрировать все. Но все остановилось на том этапе, что для ГАИ нужно пройти независимую экспертизу. У меня машина, подвеска там не переделано, что все, как бы, родное. Подвески. Ну, что не подвеска, а что кузов не перепиленный. То есть, кузов, что родное, все, несущие элементы не резаны. А все реально резано, нормально все не резано, все стоковое. Куда бы я ни обратился, ни одна, к сожалению, компания, независимая эксперта, ни вот на Абит, я сколько там обзвонил, наверное, ну, Контор 20, наверное, там, в гугле просто искал. Никто за это сказали, не, 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 вот такое мы не возьмемся. У нас вот пока еще нам не дали никакую процедуру точную, как мы должны. Вы понимаете, сейчас мы вам сделаем. Нас потом самих за это взрюхнут. Поэтому, извините, мы вам не поможем. И как бы на этом этапе все остановилось. Так, я потихонечку разбираю всякие детальки и пытаюсь навести порядок. Этого капота шумка нам не понадобится. Вот, возможно, понадобятся вот эти форсунки и сами провода. Вот их я сейчас сниму, а капот отнесу. Разную помойку, как и лишнюю дверь. Чинить помойку, мы же решили, что мы их будем сдавать на металл. Не знаю, возможно, у нас получится. Можно, кстати, очень выгодно сдать много всего на металл. Блин, еще один человек, который мне говорит, очень выгодно. Никита мне вчера сказал, что я 1 четвертую отобью, да? А сколько ты заплатила эта машина? 250 тысяч. 1 четвертая, это получается... Я боюсь, что даже есть целиком ее сдать на металл. Вот я тоже так думаю. В сборе. Что-то мне сказали, оставь. Что-то на заплатке, может, что-то пойдет. Ну, кстати, реально можно что-то на заплатке купить. Кстати говоря, а эта штука что-то не вытащила? Какая модная. Он на палец в кольцо. А красиво как? У меня сидеть, понимаете? А что, звезда что-то должно быть? Ну, не звезучи ничего. Я уже звезду купил. Там чуваки, типа, писали, ага, ты лошара, типа, мог новую за 1800 купить. А, с Алиэкспресса, да? Ну да. Казароблезник через сколько-то время. Там четко она, у меня дом на полчике стоит, я на нее любуюсь. Типа, сюда можно звезду переставить? Не, нельзя звезду, просто можно что-то себе, не знаю, ну, придумать что-нибудь прикольное куда-нибудь. Глазок в квартиру снаружи сделаешь, но с S-Benz. А внутри глазок. О! Вот это уровень. Вот это уровень. Вот это я понимаю. Опа, Макс, я тебе стеклоподъемник классный нашел. Если надо, обшивку снял, пошел там кому-нибудь в 90-е, положил в багажник, поехал. Обратно поставил и не найдет никто. А вот таким нехитрым способом фиксируются приходящие провода плюс-минус от блока комфорта и моторчик, стеклоподъемник. То есть не просто разъем, а именно прям жесткая фиксация, чтобы точно никуда ничего нет. Сейчас снимаю всякие мелочи с разных деталей. Так что у нас уже захламился гараж. Ну и плюс это все на помойку. А всякое нужное оставляю, потому что эти мелочи не очень просто найти. Вроде бы как их можно восстановить. Я уже выкинул капот, дверь, одно крыло. Сейчас сниму хром с переднего и заднего бампера. И бампера тоже уйдут на помоечку. Так, ну что, Сережа уехал по своим делам. Я сейчас буду снимать эту дверь. Благо осталось чуть-чуть. Вторая снять переднюю и левую. Хотя бы с кузовными элементами закончить. Хотя тут еще крышка багажника. В общем, очень классные все эти Мерседесы. Но так на них все долго. Это просто капец. Оп. Так, ну эта дверь, к сожалению или к счастью, тоже идет на помойку. Потому что она ржава. Коррозия. И вот тут коррозия. От коррозии не сквозная. Может ее продать? Что давать-то, блин? Ой-ой-ой. Я дверь закрыл и уже все снял. А замок остался. Блин. Друзья, а как отре дверь, если нет ни внешней ручки, ни внутренней? А замок все еще стоит. Короче, парни, я с этой дверью колупаюсь уже, ну, часа полтора. Тут этот сраный прекрасный порт. Я его снял кое-как. К нему заходит проводка. Она во что-то упирается. Я ничего не вижу. Я не могу опустить стеклоподъемник. Потому что, ну, они тупо не работают. Если правые хотя бы двигались, то левые вообще не двигаются. Сзади была дощечка. Я тоже шабуху тоже вытащить не могу. Начинаю злиться. Уже времени много. Я на грани бросить всю эту историю. Все. Так может закончиться, я гадаш. Да что ж тут все так неудобно? Вот. Качу еще час мучений. И я разобрался, как это работает. В общем, да, сюда как раз приходит прекрасный порт. И вот этот провод, конечно, состоял вот так в машине. Поэтому не мог этот провод вытащить. И не мог тот вытащить. Ну, и что ты не отсоединяешься. Ну, и понятно, по какой причине не работал Айко-порт. Потому что здесь вот один провод оборван. Точнее, тут сопли. Но еще, конечно, он может быть не прошит. Не знаю. Так, ну что, по идее, я могу снимать дверь. Я сейчас максимально колхозно все делаю. Вот это я красавчик. Конечно, горжусь собой и не могу. Пошла в жопу. Все нервы вытрепало. Я не верю, что это произошло. Еще надо из него стеклоподъемник сломанный вытащить, снять зеркало. Но тут сбит шестигранник, боюсь, сломать. Надо будет заливать. Все закисло. В общем, ладно, отставляем дверь. А насяно на помойку. С этой стороны дырок нет. То есть сидение нормально отошло. Но это и плохо, потому что здесь болт. Ну, а одна сплошная ржавчина. Вот я сейчас попытался его открутить гайковертом. Тут все слезало. Что-то я сейчас даже не понимаю, что делать. Макс, Макс, Макс. Какой же ты дурак, что в лесу в этот сбор. Крушил, ломай. Все подряд. Так, что я тут повредил? Что-то повредил. Салон, может, и классный. Он весь разболтанный. Таласки уничтожены. Кожа вся в трещинах. Здесь, блин, протерто. Не знаю. Имеет смысл этот салон устанавливать? Или все-таки будет разумнее купить другой? Найду ли я такой другой салон? Ладно, время покажет. Главное, что я их вытащил. Я закалепся, если честно. Так, парни, если вдруг вам нужно поменять масло, и вы льете мобил, как и я, лучше это делать в мобил-1-центре, потому что там машина проедет по 10 пунктам, и вы можете быть уверены в его оригинальности. Есть QR-код, на него нужно навести телефон, и вы узнаете оригинально, это масла нет. Потому что на рынке действительно очень много поделок, а мобил-1 славится тем, что их контроль качества и проверок позволяет вам купить не фальшивое масло. Это очень важно. Также я уже все разложу по полкам. У меня есть полка для обшивок, полка для стекол. Здесь правая дверь, здесь левая дверь. Центральная консоль. Сюда я положу сиденья и спинки сидений. Ковры, по ходу дела, придется выкидывать, их хранить не нужно. Стараюсь все делать правильно, чтобы никакие болтики не потерялись. И потом было это все просто собирать. Друзья, я просто умотался. Я уже боюсь снимать здесь ковры, потому что такое ощущение, что полов там нет вообще. А если вам интересно смотреть на мое противостояние с Никитой, не забудьте подписаться на канал. А я пошел. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok